И после схода Франца Энкстлера лидером категории TC2 становится Джон Филиппи. Не так часто. Оу! И они все-таки выкидывают Юга Волана втроем. Объединив усилия, пилоты Ситроена окончательно портят уикенд молодому французскому гонщику. Похоже, что для Юга Волана на этом гонка закончена. Повреждена подвеска или снова прокол, но так или иначе он вне игры. Понятно, что в команде Кампас разочарование. Да, видно, что вывернуто заднее колесо. Похоже, рычаг подвески там был поврежден. Но даже в этой ситуации Иван Мюллер держался впереди. А смотрите, Лопес! Вот оно, вот оно! Свалилась гора с плечи. Лопес уже атакует так, как никогда бы не атаковал в первой гонке. И Себастьян Лёб повержен чемпионом мира. Один чемпион повержен другим, а впереди этих обоих третий чемпион мира Иван Мюллер. У них на всех, дайте-ка прикинуть, 14 титлов чемпиона мира. Если бы еще бы его тут гонялся в этой гонке Энди Приоль, тогда у нас были бы все чемпионы мирового туринга одновременно на трассе. Но Энди Приоль... Я даже не знаю, где он сейчас на самом деле. Кажется, в Гранд Туризма. Как-то в ДТМовском чемпионате, куда его по воле BMW бросили, не сложились дела. Обратного хода, к сожалению, нет. Но если бы, вот я думаю, что если бы Энди Приоль захотел, он бы нашел бы себе место в чемпионате мира. Но уж связал свою судьбу с BMW. Надо испытывать с ними тогда все беды и все победы. Продолжение следует...